Трогать не дает ее. Больно, я знаю, да. Сейчас будем колоть укол. Это было самое страшное событие за эти две недели, которое с нами произошло. Привет, я Анимэджик, со мной тут мои питомцы. Конечно же, не все, потому что пока тепло, киса-лиса, например, гуляет на улице. Улиточки и муравьишки по своим домикам. А к чему я это говорю? К тому, что мы продолжаем идти к своей цели. Три миллиона подписчиков. Ведь, когда я достигну этой цели, сбудется, я надеюсь, что наша с вами совместная большая мечта. Поэтому нам очень важна ваша поддержка. Все, кто смотрит это видео, обязательно нажмите красную кнопочку «Подписаться на канал». И таким образом, я надеюсь, что наша мечта сбудется намного быстрее. Ну и куда же мы пропали и что у нас случилось? Я сейчас вам все расскажу. Во-первых, мы все вместе ездили в Москву. Я заодно обновила свою прическу, теперь она еще больше, мэджик. Мы с Софи ходили на первый канал, в передачу видели видео. Она скоро выйдет, обязательно ждите. Кстати, чтобы пройти на передачу, мне нужно было сдать тест на ковид, и он оказался отрицательным. Это значит, что я им не болею и еще не болела. Значит, я могу еще заразиться до сих пор. Потом мы с моей собакой Юми Чу провели целый день в торговом центре. Мы ходили по магазинам, делали покупки, ходили к ветеринару, ходили в груминг-салон. Я делала опросы-вопросы. В общем, целый день вместе с вами мы провели в Инстаграме. Мне кажется, это было очень интересно, очень круто. Ну и вообще, те, кто подписан на Инстаграмы наши, они самыми первыми все узнают и видят то, чего на каналах вообще нет. Это было очень прикольно и необычно провести целый день в огромном торговом центре с собакой. Вот эти все магазинчики, ресторанчики, покупочки. Ну, короче, все вот эти вот развлечения. И я подумала, может, стоит снять такой вот большой мегавлог. 24 часа в ТЦ с питомцами. Ну, в общем, если вам нравится реально эта идея, давайте наберем 100 тысяч лайков, как мы обычно это делаем. Ставьте лайк на это видео. Потом еще мы были на мероприятии от Pet Shop Days, от Pet Shop на заплыве, на сапсерфингах для хозяев и их собак. Это было мега эпично. По Москве реке мы плыли. Мы, конечно же, выступали за команду нашего любимого корма Platinum. Они вот здесь вот устроили дегустацию кормика. Вот тут вот у нас разные корма, которые подходят собачке и разные пробуют. Очень много народу. Я не ожидала, что кататься на сапах собакам придет столько людей. Нам сказали, что плыть около часа, заплыв час-полтора. А кто еще с нами плывет? А кто с нами плывет? Немал же летит. Да не, немал нормально. Она вообще толстенькая, да? Хватит, что вы все говорите, что она толстая. Толстенькая. Таня, нормально, нормально. Они без разницы. Спокойно, спокойно, спокойно. Фух, ну наконец-то мы сели на доску. Смотрите. На самом деле я первый раз везу кого-то на сапе, так что... В общем, я надеюсь, что мы останемся живы. У нас, тем более, еще две собаки тут разную доску. Ну, короче, вперед, ребят. Мне лично очень понравилось это мероприятие, несмотря на трудности, несмотря на погоду. И я, конечно же, рада, что мы победили. Не зря, видимо, все лето тренировались. Ну и прикольно, что у нас в России вот ребята, тот же зо-магазин Петшоп, делают такие штуки для хозяев с питомцами. Это очень классно. И еще я безумно счастлива, что наш корм Платинум есть теперь в Петшопе, есть во многих городах. Так что, если вы не знаете, где купить, в Петшопе можете заказывать и кормить своих песиков. И это, конечно, далеко не все, что нас отвлекало эти две недели от съемок видео. То, что случилось с Юмичу и, конечно же, сад. В этом году мы начали обустраивать территорию нашего дома, и это оказалось просто сложнейшей задачей. Я не буду вдаваться в подробности, что-то вам там подробно рассказывать. Просто вот покажу, что мы начали делать дорожки. Это все надо продумывать, выбирать материалы. Это отнимает гигантское количество времени, очень утомляет. Надо продумывать растительность, как будет организована территория, что где будет стоять и так далее. И самое, наверное, эпичное для меня лично это пруд. Так что теперь у нас прямо рядом с домом будет место, где смогут купаться и плавать песики. Если хотите такое видео, когда мы заполним этот пруд водой. Ну и, понятное дело, везде такая разруха, разгром. Ходят люди, они работают, что-то строят. Ты постоянно отвлекаешься на это все, участвуешь в этом процессе. И это очень тяжело. А еще я очень хочу продумать собачью территорию, то есть их личное место, где будет отдельный домик, маленькая ванночка, может быть, еще что-то. Я все пытаюсь представить, как это будет продумать проект. А с одной из сторон дома есть вот такая вот бетонная площадка, которая здесь не просто так, на ней кое-что будет. И я очень хочу, чтобы вы попробовали отгадать, что будет вот на этой бетонной площадке, потому что, мне кажется, никто ни за что не догадается, что там будет стоять. Если хоть один такой человек найдется, я вот просто его вот так вот покажу в ролике. Как вот этих ребят, которые пишут длинные комментарии, потому что на ютубе сейчас это очень важно. Ну и чтобы это было вам не зря, давайте вы расскажете, что у вас за эти две недели произошло такого вот прям интересного, или что-то, что запомнилось, или что-то жуткое, как у нас. Самое страшное, что случилось за эти две недели в нашей семье, это ситуация с Юмичу. Я реально подумала, что я ее теряю. Я даже не знаю, если честно, с чего начать. Возможно, мой рассказ будет сумбурный, потому что ничего не предвещало этого ужасного события. Это был обычный абсолютно день. Вечером все погуляли, зашли домой, я занялась какими-то своими делами, а потом обнаружила в одной из комнат, что кого-то вырвало. Это плохой знак, если собаку рвет. Это очень плохо. Сразу нужно на это обращать внимание. И, конечно же, я позвала. Все пришли, кроме Юмичу. Увидела, что ее вырвало не один раз. Я нашла ее, позвала, а она просто не может ко мне идти. Иди сюда. Иди сюда. Болю. Болю. Болю в лапу. Казалось, на первый взгляд, что как будто она повредила лапу, как будто она ее сломала или что-то такое, потому что она вообще не могла на нее наступать. Мечу вырвало. Уже написала ветеринару, предполагаем, вдруг это укус, потому что лапа опухла. Вот это вот. Ну-ка, ну-ка дай я подрогаю. Трогать не дает ее. Хромает. Я реально была уверена, что это какой-то вывих или перелом, но единственное, что мне не давало покоя, это то, что она же зашла домой со всеми нормально. И как бы ничего дома не могло успеть произойти за такой промежуток времени, чтобы она повредила лапу. Че ты лапу лижешь? Не трогай лапу. Больно, я знаю, да. Показываю, что больно, да. Ну, потерпи. И самый главный в этом всем момент, это то, что ее вырвало. Я всегда в таких случаях и вам советую, и я всегда это делаю, несмотря на то, что мы живем за городом, и у нас нет ветеринарной клиники за углом, я всегда сразу пишу, звоню своему знакомому ветеринару, говорю сразу, вот такая ситуация, что делать. Сейчас будем колоть укол. На случай, если это укус. На случай, если не укус, сейчас ветеринар нам ответит. Вдруг укус? Вдруг все пройдет. Да? Значит, где я ты могла поранить лапу? Ранок никаких нет. То есть, это вот прям либо травма, либо укус. Лапка более, не дает показать даже, более толстенькая, чем вот эта вот. Ну, все, лежи. Я уже начала собираться, я уже начала думать, куда мы сейчас поедем. Ночь же на дворе, как бы, блин, полночь. И вот я пишу ветеринару ночью, она ответила, слава богу, спасибо большое. Поедем на рентген, вдруг травма у нашего покемона. Ну, не расстраивайся, малышка, ей плохо? Плохо, скажи мне. Состояние, мне кажется, на травму не похоже. Какое-то странное уж очень поведение. Вялое, а у нас ночь поздняя. Мне кажется, это произошло прямо вот на последней прогулке вечерней. Что-то пошло не так, блин. Сейчас покимаешь, потерпи. Вдруг это правда укус? Мне недавно какой-то монстр в руку укусил. У меня была гигантская опухлая рука. Такая опухоль была. И вся рука болела, и пальцы не мели. Так было плохо. Да, лежит в ручке все. Все хорошо сейчас сделаю. Я уже хотела ехать в ветклинику в ближайший город, делать рентген. Вдруг это перелом, надо срочно как-то поступать. Но смущало вот именно то, что ее вырвало. Я как человек, который давно с собаками, предположила сама уже даже, что есть два варианта. Либо она подвернула лапу, что сомнительно. И либо вариант, что что-то, какое-то повреждение. То есть кто-то ее укусил. Она наступила на осу, такое бывает. И жало застряло в лапе. То есть что-то такое, скорее всего. И ветеринар подтвердила мои предположения, что скорее всего это состояние ее, что ее вырвало, что ее трясет, что она не может наступать на лапу, больше похоже на укус. Даже лежать не может на этой лапке. И мы что, ну належись на бочок. Ложись на бочок. Я специально тебе такую лежаночку принесла. Лежи на бочке. На бочке лежи. Вот так вот. Так легче же. Ну что такое? Очень велое. Прямо очень велое. Нужно было сделать срочный укол. Вообще, на самом деле, я не рекомендую людям ни в коем случае заниматься самолечением и вот так удаленно что-то решать. Если с вашим питомцем что-то не так, обязательно берите его, хватайте и едьте в больницу, если у вас есть такая возможность. Слава богу, тот препарат, который нужно было вколоть Юмичу, он был у нас. На такие случаи, потому что все-таки собаками я занимаюсь давно, у многих людей он просто может не оказаться и многие люди, ну, растеряются. Но мы сделали это. Мы укололи Юмичу. Я безумно боялась. Я очень нервничала, потому что если вовремя не помочь собаке в такой ситуации, если это что-то очень опасное, то может произойти самое страшное. Ну, ты поднялась, даже пошла, я смотрю. Да? Юмичу. Иди сюда. Нет, она лапа пушая, она хромает. Хромает, я, шабалка. И поднимает лапу, да. И когда ветеринар приехала утром уже, она ее посмотрела, она посмотрела ее лапки, она увидела, что действительно лапка она более опухшая. Это на маленькой собаке это не так заметно, и даже в ролике вы можете до этого не видеть. Нет перелома, нет ушиба, нет вывиха, все нормально. И, скорее всего, это был укус пчелы, осы, может быть, оводы какого-то очень большого, или она наступила на жало. Это было самое страшное событие за эти две недели, которое с нами произошло. Поддержите Юмичу, что с ней все хорошо. Подписывайтесь на канал. И переходите по ссылочке на новый ролик на канале питомцев. У них тоже видео. И в инстаграмы наши обязательно заглядывайте, потому что там много того, чего нет на каналах.